В этом уроке мы с вами подключим дизайн сайта и сделаем это одним способом, который я посмотрел у одного западного программиста. Возможно, вы даже данный способ не знаете. И я решил вам показать данный способ. Я надеюсь, он вам понравится и вы будете в дальнейшем им пользоваться, потому что он довольно-таки очень практичный. И позволяет очень классно подключать различные файлы, шаблоны дизайна разные и так далее. Для этого нам понадобится первым делом дизайн. Поскольку у нас курс не по HTML и CSS, я подготовил для вас дизайн. Но дизайн это очень грубо сказано, потому что я сильно с ним не заморачивался, поскольку я не умею рисовать дизайн в фотошопе. Вообще не умею рисовать ничего, в принципе. И давайте я вам покажу, что я нарисовал. Так вот, запускаем файл и мы видим у нас вот такой дизайн сайта будет. Шапка нашего магазина, да? Здесь будет категория выводиться, корзины товаров, потом вывод в центре товаров сами, да? И внизу футер. Вот, в принципе, и все. Весь дизайн. Вот, и давайте данный дизайн вы можете найти в папке дополнительных материалов, в папке layout. Вот, да? Layout. И давайте все содержимое здесь, это картинки, таблица стилей, перенесем в нашу папку shop. Вот наша папка shop. Все картинки из папки images мы скопируем в нашу папку images нашего проекта shop. Таблицу стилей также скопируем в нашу папку style. И все файлы из папки user files мы скопируем в нашу папку user files. Вот. Можем это свернуть. Так, и здесь нам нужно создать наш индексный файл, чтобы при заходе на наш проект у нас загружался какой-то файл. Давайте перейдем в PHP Designer, создадим новый файл и сохраним нашу папку shop. Назовем index.php. Можем, в принципе, здесь все удалить. И просто проверим, работает ли наш файл. Например, выведем здесь, напишем echo. Окей. Так, окей. Давайте перейдем в браузер и зайдем на наш проект. Так. Пишем shop. И мы видим, что наш файл работает. Так, теперь давайте наш дизайн, вот который у нас сейчас. Так, давайте вот мы еще забыли из этой папки layout перенести сюда index.html. Вот этот файл, да. Переносим сюда. Так, я скопирую вот таким образом, да. И теперь нам нужно вот этот вот шаблон дизайна нашего перенести в PHP файл. То есть, создаем еще один файл PHP. Копируем все содержимое index.html и вставляем сюда. Так, и этот файл нам нужно сохранить в папку views. Только не просто сюда, а еще создадим здесь одну папку, называем ее, к примеру, layouts, шаблоны. И в этой папке layouts у нас будет храниться наш шаблон нашего дизайна. Так, сохраняем данный файл, папку views, папку layouts и называем, к примеру, shop, шаблон нашего магазина. Сохраняем. Так, отлично. И теперь, используя данный файл index.php, который у нас находится вот здесь, да, мы загрузим наш дизайн из этой папки. Как это сделать? Сделать это, в принципе, очень просто. Удаляем данный вывод и пишем функцию include. И пишем, что мы хотим подключить, что мы сначала работаем с глобальным ассиным сервером. Мы хотим получить, как бы, путь к нашей папке, да, нашего проекта. И также мы хотим еще прибавить к этому пути, к нашему проекту, такую строку. Пишем слэш, название нашего проекта у нас shop, потом пишем, что мы хотим зайти в папку views, в папку layouts и подключить шаблон shop.php. Ставим точку запятой в конце, давайте сейчас посмотрим. Переходим в браузер, обновляем страницу, и мы видим, что у нас теперь вместо обычного вывода, да, при заходе на index.php, который мы с вами делали, окей, да, вот здесь писали еще, окей. У нас подключается данный файл, ну вот видите, окей наш, и подключился наш шаблон. Так, отлично, и теперь нам нужно сделать следующее. Заходим в папку shop, views, и здесь создаем еще одну папку, назовем ее pages, страница. И здесь у нас будут храниться, как бы, куски кода, куски, как бы, дизайна, то есть, в смысле, сейчас у нас такой вот шаблон, да, основной. И у нас, к примеру, на главный будет центр 1, к примеру, когда мы переходим в корзину, у нас центр уже другой. И вот этот центр, который, вот, меняется часть в центре, да, дизайна, она будет храниться, вот эти куски кода будут храниться в папке pages. Давайте сейчас вам покажу пример. Давайте вводим новый файл, к примеру, назовем его index и сохраним в папку views pages. Это у нас будет, как бы, наша главная страница. И здесь, к примеру, давайте просто напишем, окей. И теперь, чтобы подключить данный файл в центре нашего шаблона, нам нужно скопировать, к примеру, эту строку, перейти в наш шаблон, открыть наш файл шаблона, вот он, да. И здесь, в центре, вот, здесь у нас меняется наша информация между тегами td с id и mainblock. Мы подключаем наши файлы из папки pages. Также указываем путь shopviews, только уже не layout, а папка pages. И у нас первый файл это index.php. Давайте посмотрим. Мы видим, у нас в центре подключился файл index.php из папки pages. И в нем у нас написано окей. Давайте из шаблона shop мы скопируем эту таблицу с выводом одного товара и вставим в нашу страницу index, которая хранится в папке pages. Вот, да. И теперь, смотрите, у нас подключается файл index.php из папки pages, в котором у нас хранится вот вывод данной, картинки данного товара. Да, вот он. Но поскольку у нас, как бы, страницы будут меняться, и сейчас мы, как бы, с вами в шаблоне загрузили только данную страницу, а страницы у нас будут меняться, как я уже сказал, да, нам нужно сделать здесь как-то по-другому. Для этого мы с вами будем работать с глобальным массивом get, будем в адресной строке передавать какие-то параметры, и, исходя из параметра полученного из адресной строки, да, мы будем подгружать соответствующий файл шаблона. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого переходим в index.php, который находится в корне нашего проекта, там, где мы подключаем шаблон, и сначала здесь напишем такую штуку. Создадим переменную view, вид, и в нее мы будем сохранять значение, которое получили из глобального массива get, то есть то, что ввели в адресную строку. И сделаем это с проверкой. Если у нас, как бы, только человек зашел на сайт, как бы он еще ничего не нажимал, зашел на главную страницу, у нас адресная строка будет пустая, будет просто, как бы, индекс.php, да, поэтому проверяем, если у нас пустая, пустой в глобальном массиве get переменная view, то тогда можем даже, в принципе, убрать эти вот скобки. Да, вот так вот. Если у нас, как бы, пустой элемент массива getView, то мы с вами придадим ему по умолчанию значение index. Иначе мы будем придавать, сохранять переменную view значение элемента глобального массива get, да, view. Это то же самое, в принципе, как и конструкция if-else, только в сокращенном виде. Если пустой элемент массива getView, если он пустой, да, то мы придаем, то мы в переменную view сохраняем значение index. Если же не пустой в переменную view что-то ввели, то мы присваиваем данные переменные какое-то значение, которое ввели в адресную строку. И здесь, в шаблоне, мы будем с вами подключать вот так. Пишем здесь, включаем переменную view, и в конце еще нам нужно прибавить точку php. Вот так вот. Давайте посмотрим. Переходим сюда, обновляем, и мы видим, что у нас, как бы, мы только зашли, у нас загружается индексный файл, и по умолчанию у нас становится, как бы, вот такая штука. Как бы вот, индексный файл, да, индекс php. Но мы, поскольку с вами работаем с глобальным массивом get, да, пишется такая конструкция. По идее, у нас сейчас получается вот так вот. Адресная строка была пустая, и, как бы, переменную view поставила значение индекс. Если мы напишем так, то будет то же самое. Если мы пишем здесь другое значение, к примеру, card, то мы видим, что у нас, как бы, подключается другое файл в центре, который у нас сейчас не существует. Card.php. Корзина. Давайте его создадим. Сохраняем в pages, называем card, и пишем здесь корзина. И теперь мы видим, у нас подключился файл с корзиной. Также мы можем создавать огромное количество файлов, и, используя переменную view глобального массива get, и подставляя ей разные значения, мы будем подключать разные файлы. Надеюсь, вы поняли. Вот наша главная страница, индекс.php. В глобальном массиве get в элементе view пусто, поэтому подставляется в переменную view значение индекс, и подключается индексный файл. Как только мы вписываем какие-то значения в переменную view глобального массива get, к примеру, card, то подключается, то сохраняется в переменную view уже, да, это значение из переменной. ГЛОБАЛЬНОМАСИЛА.GETVIEW.CART, и подключается здесь уже данный файл card.php. Фух, я думаю, вы поняли. Если нет, то попробуйте поработать с этой конструкцией, и я думаю, в скором времени вы поймете, как это работает. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нет. На этом я данный урок заканчиваю. В следующем уроке мы уже начнем, подключимся к базе данных и выведем наш товарный экран. На этом все. До встречи.